Здравствуйте! Меня зовут Евгений Туманов. Я работаю дип-лёнинг-инженером в компании NVIDIA. Сегодня я буду рассказывать о применении машин-лёнинга и дип-лёнинга в графике. Я понимаю, что, наверное, из здесь собравшихся, тех, кому интересна именно эта область, наверное, не очень много. Поэтому, во-первых, я постараюсь дать какую-то такую общую идею, которую вы, возможно, сможете переложить где-то в своей области, в своей индустрии. Во-вторых, моя сегодня цель, одна из, это показать, каким ещё может быть машинное обучение. Что всё не заканчивается на NLP, на Computer Vision, на рекомендательных системах, на задачах поиска и так далее. И что нужно и можно искать новые применения. Вот. Ну и в конце концов я постараюсь рассказывать как-то всё интересно, чтобы вы не заскучали и, может быть, чем-то вдохновились. Мой план на сегодня такой. Сначала я проведу такой краткий, интерактивный с вами обзор некоторых задач, которые в графике решаются с помощью машинного обучения. После этого я вот предложу эту идею, которую считаю важной и полезной. Вот. Ну и после мы разберём конкретный кейс, как она может быть применена в определённой задаче. Конкретно это будет касаться рендеринга облаков. Да, тех самых облаков, которые вы видите на небе. Вот. Ну и потом у нас будет стандартная часть с вопросами, на которые я постараюсь ответить. Итак. Обучение с учителем в графике. Значит, смотрите. Сейчас мы разберём две группы задач. Вот. Жёлтую и красную. Наша цель будет понять, в чём принципиальное различие. Вот. И сейчас мы это попытаемся сделать так интерактивно. Значит, смотрите. Разберём первую задачу. Вот. В последние несколько лет очень много появляется статей, где исследователи предлагают какие-то новые пути к генерации красивой анимации. Дело в том, что для художников это часто дорого делать. И если заменить это, то это было бы всем очень выгодно. Ну и давайте рассмотрим вот такую задачу. Этот проект был в NVIDIA где-то год назад. Мы занимались лицевой анимацией, персонажей в играх. То есть у вас есть какая-то голова героя в игре. Вот. У вас есть на входе аудиодорожка с его речью. Вот. И ваша задача — это как-то двигать это лицо. Вы хотите, чтобы каждая точка на его лице как-то двигалась. Ну, у вас, прежде всего, интересуют губы, конечно, потому что это самый такой сложный момент в анимации. Это делать, как я сказал, дорого. Представьте художнику, сколько нужно времени. Вот. И вот давайте вместе подумаем, какой, как нам подойти к этой задаче, как сделать датасет для этой задачи. Вот. Есть идеи у кого-нибудь? Давайте. Сейчас вам принесут микрофон. Вот. Для начала определить, какие звуки гласные. Соответственно, на гласные звуки рот должен открываться. Ну, на согласные он закрывается. Вот самый простой алгоритм. Ну, это как-то слишком просто. То есть в играх вы хотите побольше качества. Какие есть еще идеи? Можно посадить много людей, читать разные тексты, записывать их, их лица. Потом, соответственно, каким-то образом сопоставить те буквы, которые они произносят, собственно, с их мимикой. Да. Это хорошая идея. Практически так мы и делали. Только единственное, что вы, когда что-то рисуете в игре, вам нужно… Ну, вы не видео показываете, вы показываете какую-то 3D-модель, которая состоит из точек. И вам нужно, чтобы собрать датасет, вам нужно как-то понять, как двигались какие-то конкретные точки на лице. Ну, и, собственно, мы так и делали. Мы брали актеров, просили их читать с разными интонациями какие-то тексты. Мы снимали их на очень хорошие камеры с разных углов, после чего мы восстанавливали как бы 3D-модель их лиц на каждом кадре. И после этого мы прогнозировали, значит, по звуку, мы пытались прогнозировать положение, значит, точек на его лице. Давайте разберем следующую задачу. Пост-обработка отрендеринговых изображений. Давайте поставим задачу так. Вот у вас есть движок игры, который может генерить изображение, допустим, там… Ну, он может в разных это делать, но вот вы хотите устроить, чтобы было так. Вы хотите рендерить, скажем, в разрешении там 1000 на 500 пикселей, а игроку показывать 2000 на 1000 изображений, чтобы оно было таким более… в более высоком разрешении, более красивым. Вот. И вот у вас есть… Мы это рассматриваем для конкретной игры. Как собрать датасет для этой задачи? Вот. Новый вопрос к вам. Есть идеи? Ну, это, кажется, проще, значит. Ну, давайте. Дайте микрофон. Ну, точно так же. Срендерить сначала картинку на большом разрешении, потом, соответственно, понизить разрешение и попытаться найти соответствие, обучить как-то систему из уменьшенного разрешения… Делать разрешение побольше. Да. Да, ну, замечательно. Хорошая идея, так и надо делать. Третья задача. Slow motion. Интерполяция кадров. Ну, всем понятно, да? То есть у вас есть какое-то видео, и вы хотите сетью дописывать какие-то фреймы посередине. Вы хотите интерполировать кадры. Ну, тут я, наверное, вас спрашивать не буду. Идея очевидная. Вы там можете снимать в реальной жизни какие-то видео с большим количеством кадров, как бы убирать какие-то промежуточные и пытаться прогнозировать сетью то, что вы убрали. Вот. Про генерацию, на генерации материалов мы не будем сильно останавливаться, но суть ее такая, что там вы снимаете, грубо говоря, какой-нибудь кусок дерева под таким углом освещения, под таким, и вам хочется интерполировать, как оно будет выглядеть при разных… ну, под разными углами освещения. Это вот что касается желтой группы задач. Значит, красная группа задач, я утверждаю, что принципиально иная. Вот, значит, про рендеринг сложных объектов, например, облаков, мы поговорим как бы всю оставшуюся часть доклада. А вторую сейчас мы с вами, значит, опишем. Вот, смотрите, физическая симуляция воды и дыма. О чем речь? Ну, допустим, что у вас есть какой-то бассейн, в котором есть какие-то твердые объекты, и они там как-то двигаются, и вы хотите предсказывать, как передвигается, ну, как движется частица жидкости. У вас, допустим, именно такое представление, какие-то партиклы в бассейне, и вы хотите, там, вот у вас есть в момент времени t, вы хотите t плюс дельта t, получить положение всех частиц. И вот вы, допустим, решаете эту задачу как-то там от точки, ну, вот для каждого партикла вы хотите вызвать там нейронную сеть и получить ответ, где она будет на следующем кадре. Есть идеи, как решать такую задачу? Навье стокса. Ну, значит, правильно, да. Жидкость подчиняется, значит, уравнению навес токса. Для того, чтобы нам получить как бы правдоподобную, физически корректную симуляцию воды, нам нужно, хочешь не хочешь, а решить уравнение навес токса, или какое-то к нему приближение. Как это делать? Ну, делать каким-то вычислительным способом. За 50 лет последних, скажем так, ну, там даже больше, наверное, придумали много там способов из алгоритма SPH, position-based fluid и так далее, где там, ну, вот, например, в position-based fluid, там внутри используется метод Гаусса-Зейделя, который как бы это делает, скажем так. И, значит, в чем суть красных задач? Она состоит в следующем. Ее отличие от желтой группы задач. В желтой группе задач учителем для вашего алгоритма выступает что-то вот как бы свыше, то есть, либо прям что-то, что вы записываете из реальной жизни, как в случае с лицами, либо что-то вот из движка, там, вы там нарендолили картинки, даунсэмплили и так далее. А в красной группе задач учителем выступает какой-то алгоритм из вычислительной математики, какой-то метод. Значит, из вот этого, скажем так, тематического разделения, которое я провел, вот растет та идея, которую я хотел до вас донести. Значит, если у вас есть какая-то вычислительно сложная задача, которую вы решаете, ну вот вы видите у себя в работе, вы ее решаете каким-то вот вычислительным методом, которым вот вас в университете научили, вы его делаете. Вы делаете это долго, упорно, тяжело, вот, и вы хотите как-то ускориться. Вам, вы, может быть, готовы чуть-чуть потерять в качестве, но вы очень хотите ускориться. Тогда найдите самое время затратное место, где вот дольше всего ваш код работает. Посмотрите на эту строчку. Что-то она, наверное, выдает, да, какой-то ответ. И вы пытаетесь просто прогнозировать это то, что оно дает с помощью нейронной сети или любого алгоритма машинного обучения. Это вот такая общая методология. Это вот как бы такой рецепт, как еще можно найти применение для машинного обучения. Это вот на самом деле главный мой посыл, наверное, к сегодня. Дальше мы перейдем к конкретному кейсу. Но вот идея, она такая. Я понимаю, что вы сейчас, наверное, сидите и думаете, а чем я вообще должен таким заниматься, чтобы мне эта идея была полезна. Мой общий ответ на этот вопрос состоит в следующем. Ну, используйте вашу креативность. Посмотрите на свою работу и вдруг найдете. А так сам для себя, я занимаюсь графикой. Я не так хорошо знаком с разными другими областями, но я могу себе представить, что можно придумать, наверное, если вы в какой-нибудь академической среде, если вы занимаетесь прям физикой, химией, точно найдете что-нибудь подобное. Если вы работотехникой занимаетесь, тоже, наверное, найдете. Если вы, не знаю, решаете какое-нибудь сложное физическое уравнение где-то у себя на производстве, там, я не знаю, может быть какое-нибудь уравнение теплопроводности или еще что-нибудь подобное, не знаю. Use your creativity. Вот. Ну, теперь от этой главной идеи, чтобы она была наглядно ясна, мы рассмотрим конкретный кейс. Этим проектом мы занимались, на идее, где-то полгода назад. Давайте перейдем к постановке проблемы. Значит, проблема ставится так. Вам нужно нарисовать физически корректно облако, вот просто облако, которое представлено как плотность капелек жидкости в пространстве. Вообще в жизни облако — это как раз взвесь капелек жидкости воды. Вот. И этот объект очень сложный физически. Его нельзя представить как какой-то твердый предмет, на который вы бы смогли наложить текстуру и как-то его рендерить. Так не получится. В связи с тем, что он очень сложный физически. Почему? Потому что вот у вас капельки воды, они практически не поглощают свет. Они его переотражают. Они делают это анизотропно. То есть если мы посмотрим на капельку воды, допустим, вот у меня висит капелька воды, я на нее смотрю, и вот у меня есть солнышко за этой капелькой воды. И если вектор из моего глаза и вектор из солнышка на каплю будут параллельны, то будет наблюдаться огромный пик интенсивности света. С этим явлением, ну вот этим объясняется один физический феномен, который вы все в жизни видели. Вот если вы наблюдали за небом и смотрели на облака в солнечную погоду, то вы наверняка наблюдали такую яркую границу, что одна из границ очень яркого облака. Она прям вот такая белая практически. Это связано как раз с тем, что вот вы смотрите на эту границу облака и на те вот вектор как бы вашего взгляда и вектор от этой границы к солнцу, они практически параллельны. Вот, значит, еще раз говорю, облако сложно. Физический объект, его сложно рисовать, рендерить. Это требует очень много времени, если пользоваться классическим алгоритмом. О классическом алгоритме мы поговорим чуть позже. Вот, сейчас же скажу, что в реальности это может занимать действительно много часов. Это зависит, конечно, от параметров, но вот это может занимать и дни. Вот, и понятно, что это не может нас устраивать. Почему? Потому что представьте себя художником. Вы рисуете какой-нибудь фильм, спецэффект. Вот вы нарисовали облачко. Значит, у вас какая-то сложная сцена. У вас в этой сцене может быть разное освещение. Да, и вы с этим хотите совсем играться. Вы там нарисовали такую топологию облачка, но вам не нравится. Вы хотите перерисовать, тут же получить ответ. И вам очень важно, чтобы от вашего одного какого-то изменения параметра вы как можно быстрее получили ответ. Вот. Это вот, скажем, вот такая проблема. Нужно ускорить. Нужно ускорить этот процесс. Теперь перейдем к классическому решению этой проблемы. Вообще, для того, чтобы решить эту проблему, вам фактически требуется решить вот такое вот сложное уравнение. Не пугайтесь, оно, ну, оно, конечно, суровое, но давайте, так сказать, поймем какой-то физический его смысл. Значит, для того, чтобы понять его физический смысл, давайте пронаблюдаем за жизнью лучика, выпущенного из камеры. Значит, рассмотрим наиболее интересный случай, когда лучик, значит, выпускается из камеры и протыкает облако. Вот он пересекается с облаком, есть какая-то точка входа в это облако, есть какая-то точка выхода из этого облака. Если мы посмотрим на последний терм уравнения, ну, второй терм уравнения, то он связан со следующим эффектом, что у вас есть свет, который приходит от Солнца, попадает на вот эту точку выхода, и по вот этому вектору, который выпущен из камеры, он приходит в камеру. При этом он затухает, то есть интенсивность как-то теряется за счет того, что он проходит через толщу облака. Есть первый сложный интегральный терм в этом уравнении, которого физический смысл следующий. Вот смотрите, вот рассмотрим отрезок внутри облака, внутри облака вот на этом луче, то есть от точки входа до точки выхода. Значит, это интегрирование ведется как раз по вот этому отрезку, и для каждой точки на этом отрезке мы считаем так называемый, вот смысл интеграла 1, это indirect light называется, как бы опосредованное освещение в точке. За счет чего оно появляется? За счет того, что когда Солнце светит в облако, оно, ну, как бы, доходит лучики до камеры, до капелек, и капли начинают его по-разному переотражать этот свет. и соответственно в вашу точку приходит огромное количество опосредованных лучей от окружающих капелек. Вот интеграл 1 — это интеграл по сфере, которая окружает точку на вашем луче. Вот. Вы должны вот его посчитать с помощью Монте-Карло интегрирования в классическом алгоритме. Какой в классический алгоритм? Ну вот вы реднорите картинку, которая состоит из пикселей, вы выпускаете луч, который, значит, идет как бы из центра камеры в пиксель, идет дальше, значит, пересекаете его с облаком, находите точку входа, находите точку выхода, считаете сначала последний терм уравнения. Его легко считать. Вам нужно, ну, просто пересечь, соединить с Олесом, соединить с Солнышком, это легко считается. И дальше вы начинаете important sampling точек на внутренней части, на отрезке, который внутри оплака. Значит, для каждого сэмпла на этом отрезке вы начинаете Монте-Карло оценку вот этого интеграла E1. Значит, как считать Монте-Карло оценку E1, мы разбирать не будем. Почему? Потому что это сложно, нужно рассказывать много про что, про important sampling и так далее. Это не так важно на самом деле, потому что мне достаточно будет сказать, что это самая долгая часть во всем алгоритме и самая сложная. Вам нужно получить оценку E1. Значит, из главной идеи и постановки, значит, ну вот, описания классического алгоритма следует рецепт, как применить нейронные сети к этой задаче. Что нужно сделать? Ну, как я сказал, самое тяжелое, это посчитать Монте-Карло оценку. А что она дает? Ну, она дает какое-то число, которое означает опосредованное освещение в точке. Значит, что нам нужно предсказывать? Нам нужно предсказывать именно то, что выдает эта строчка. Монте-Карло оценку, освещение в точке. Значит, со входом, скажем так, определились. С выходом, простите. С выходом то, что мы хотим предсказывать, определились. Теперь нужно понять, что со входом. Из чего, из какой информации мы можем извлечь эту… Из какой информации будет ясно, какой, значит, какова величина опосредованного, значит, цвета в точке. Значит, очевидно, так как я сказал, что это свет, который переотражается от многих капелек воды, которые окружают точку, значит, из этого следует, что, ну, очевидно, топология плотности вокруг точки должна на это сильно влиять. и действительно она влияет. Также влияет, естественно, там направление на источник и направление на камеру, потому что это связано с тем направлением на камеру, потому что, как я сказал, капли переотражают свет неизотропно. Значит, как нам сконструировать вход в нейронную сеть? Ну, нам нужно прежде всего описать локальную плотность. Как это сделать? Сделать это можно очень много. Как? Мы сделали так. Значит, ну, вообще, я не сказал, но мы ориентировались на статью, значит, Disney, которую вы можете найти вот на этом слайде внизу. Значит, многие идеи мы почерпнули оттуда. Значит, как представить локально плотность вокруг точки? Значит, давайте сделаем так. Возьмем, сначала зафиксируем константу, достаточно маленькую. Пусть это будет длина свободного пробега в этом облаке. Это достаточно небольшое число. Ну, можно брать какие-то доли от него, но это не важно. Значит, взяли константу. Теперь давайте нарисуем вокруг точки над нашим отрезке сетку какого-то фиксированного размера, прямоугольную, ну, такой объемную. Значит, в центре этого кубика будет наша точка. Значит, сетка, допустим, 5 на 5 на 9. А шаг этой сетки вот эта маленькая константа, которую мы зафиксировали. В узлах этой сетки мы будем измерять плотность облака. Теперь давайте увеличим константу в два раза, нарисуем сетку побольше. Значит, сделаем то же самое. Будем измерять плотности в узлах сетки. Так сделаем несколько раз. Мы это делали 10 раз. Тогда после этой процедуры вы получите 10 сеток, то есть 10 таких тензоров, в котором каждым будет храниться плотность облака. Каждый из этих тензоров будет охватывать все большую и большую окрестность вокруг точки. Знаете, почему представление такое оправдано? Оно оправдано потому, что мы хотим максимально подробно описывать маленькую область и чем мы дальше, тем менее подробно мы хотим описания. Кажется, такое описание нам дает. Значит, с выходом в сети определились, со входом в сети определились. теперь что нам нужно сделать? Нам нужно понять, как обучать. Значит, давайте сделаем это так. Давайте нагенерим 100 разных облаков с разной топологией. Будем применять алгоритм 1. Будем просто их рендерить. Будем применять для этого алгоритм 1. И будем за алгоритмом 1 записывать, что он получает в той самой строчке, где он осуществляет Монте-Карло интегрирование. Также будем записывать фичи, которые при этом соответствуют точке. Значит, получим датасайт, на котором можно обучаться. Теперь что обучать? Значит, архитектура сети, которую мы использовали. Архитектура сети и для этой задачи кажется является не самым ключевым моментом. Поэтому, если вы ничего не поймете, не переживайте. Это не самое важное, что я хотел до вас сегодня донести. Но все же, какую архитектуру мы использовали. Вот смотрите, для каждой точки мы имеем 10 тензоров. Каждый из этих тензоров посчитан на более масштабной сетке. Значит, каждый из этих тензоров попадает в соответствующий блок, который вы видите на слайде. Сначала тензор попадает в первый fully connected слой. Обычный fully connected слой. После этого выход из первого fully connected слоя попадает во второй fully connected слой, у которого нет активации. И в сумму, потому что fully connected слой без активации это просто перемножение на матрицу, к этому перемножению на матрицу мы добавляем выход с предыдущего residual блока. И только потом применяем активацию. Вот такую архитектуру мы использовали. Соответственно, я думаю, что должно быть понятно, что вы берете точку, посчитали значения плотности на каждый из сеточек, положили эти тензоры в соответствующий residual блок, и собственно можете проводить инференс нейронной сети. Значит, идем дальше. Ну, мы все это сделали, и убедились в том, что мы получаем картинки облаков. Замечательно. Значит, первое наблюдение. Первое наблюдение, понятно, что мы получили то, что хотели, в том смысле, что наш вызов нейронной сети, если его сравнивать с Монте-Карло оценкой, то нейронная сеть работает быстрее, чем Монте-Карло оценка, поэтому уже хорошо. Но есть еще одно наблюдение за результатом обучения. Значит, это сходимость по количеству сэмплов. О чем речь? В общем, смотрите, вот когда вы рендерите картинку, давайте нарежем ее на маленькие тайлы. Тайлы – это какие-то такие квадратики из пикселей. Ну, там 16 на 16, допустим. Будем смотреть, рассматривать один тайл изображения без ограничения общности. Значит, когда вы рисуете рендерить этот тайл, вам нужно на каждый пиксель выпустить лучи с камеры. Причем все это делают, выпускают не один луч, а много. Зачем? Ну, выпускают много лучей из одного, соответствующего одному пикселю, но добавляют немножко маленького такого шума к этим лучам, чтобы они были чуть-чуть разные. Эти лучи называются антиалясинговыми и изобретены они для того, чтобы понизить шум в итоговом изображении. Значит, вы выпускаете на каждый пиксель сколько-то антиалясинговых лучей. Потом вы на внутренней части луча из камеры в облаке вы на отрезке рендерите сколько-то значит, N сэмплов, значит, вот этих точек, в которые вы хотите либо проводить Монте-Карло оценку, либо для них вызывать сеть. Вот. И еще есть сэмплы, которые соответствуют соединению, так скажем, с источниками света. Откуда они берутся? Когда вы соединяете точку всегда с источником света, скажем, с солнцем, это сделать легко, потому что солнце это просто такие падающие параллельно друг к другу на землю лучи. А небо, например, это гораздо более сложный источник света, потому что небо представляется в виде бесконечно удаленной сферы, у которой есть функция цвета по направлению, то есть, скажем, если вектор смотрит прямо вертикально в небо, то цвет самый синий, потом он как-то светлеет, а внизу сферы обычно делают какой-нибудь нейтральный свет в духе коричневого, имитирующий землю. И, соответственно, когда вы соединяете точку с небом, чтобы понять, сколько в нее света приходит, вам всегда нужно выпускать несколько лучей, чтобы получить ответ, сходящийся к правде, потому что вы не можете только один выпустить, вам нужно побольше выпустить, чтобы более хорошую оценку получить. Поэтому вам на весь pipeline рендеринга нужно вот столько, скажем так, сэмплов. и что мы заметили, когда обучили нейронную сеть, это то, что для сети сеть выучивает гораздо более усредненное, скажем так, решение. И поэтому если мы зафиксируем количество сэмплов, то мы увидим, что классический алгоритм сходится к левому ряду колонки картинок, а сеть выучивается к правому. Это не значит, оригинальный метод плох. Вообще нет. Это значит, что мы просто быстрее сходимся. То есть когда мы увеличим количество сэмплов, то оригинальный метод все будет ближе и ближе к тому, что получаем мы. Ну и такой главный наш результат это, конечно, то, что мы хотели. Это повышение скорости, рендеринга. Ну и вот вы видите, что для какого-то конкретного облака в конкретном разрешении с параметрами сэмплов мы видим, что картинки, полученные за счет сети и за счет классического метода практически идентичны, но при этом правую картинку для меня и для вас мы получаем 800 раз быстрее. Ну, в общем, получили то, чего хотели. Вот. Теперь я немножко расскажу про реализацию того, как мы все это делали. Значит, есть такая программа для 3D-моделирования, которая называется Blender, она open-source, в которой реализован алгоритм 1. Мы не писали алгоритм 1 сами, мы использовали Blender для этого. То есть мы проводили обучение в Blender, записывая за алгоритмом 1 все, что нам нужно. И также мы как бы и скажем так продакшн мы тоже делали в Blender. то есть мы обучили сеть в TensorFlow, потом перенесли ее в C++ с помощью TensorRT и уже TensorRT сеть мы интегрировали в Blender, потому что его код открыт и так далее. Вот. Ну и соответственно, так как мы все это делали для Blender у нас есть ну как бы все фишки Blender, которые есть у него, они как бы есть в нашем решении. То есть это значит, что вы можете рендерить какие угодно сцены, вы можете делать много облаков и так далее. Вообще облака там в нашем решении задаются следующим образом. Вы как бы делаете кубик, в котором вы внутри определяете функцию плотности, грубо говоря, таким специфическим для 3D программ способом. Не будем на этом останавливаться. Вот. Вы можете это делать так же. Вот. Мы провели некоторую оптимизацию этого процесса в том смысле, что мы кэшируем плотность, то есть если пользователь хочет одно и то же облако нарисовать в куче разных сетапов сцены, при разном освещении, с разными какими-то объектами на сцене, чтобы ему не пересчитывать постоянно этот тензор плотностей облака. Вот. Предлагаю вам посмотреть наше демо-видео. я очень надеюсь, что оно запустится. Так. Так. Ого, господи. Извините, что смотрел этот технический проблемы. Да. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо большое за доклад Это очень действительно интересно, просто я немножко в науке работал У меня вопрос вот какой То есть помимо изображения, на ваш взгляд, ваши алгоритмы, они могут позволить посчитать массу воды в облаке? То есть вот с этой стороны, если зайти, да? Потому что если говорить про оригинальные методы, они, собственно говоря, подразумевают разбиение на частички, и там изначально это есть. А в ваших алгоритмах можно пересчитать на массу? Масса облака, да? То есть масса воды, которая заключена в облаке. Так, ну а какой вход-то, ну то есть как оно задано? Ну это уже второй вопрос, да, я просто спрашиваю, да, то есть напрямую, да, пока не можете ответить, но… Смотрите, ну у нас наша плотность облака просто задается как бы функцией от x, y, z в каком-то кубике. Причем, ну мы в финале, мы осуществляем, ну как бы мы изначально предпосчитываем плотность во всем кубике, вот кладем ее в какой-то там массив, и уже вот с этим массивом, скажем так, оперируем. То есть у вас изначально по большому счету масса дана? Да, ну у нас, скажем так, да, у нас скатерин коэффициент задан, но ладно, да, по сути… Ну да, я скорее, ну вот, задача, например, если вы видите облако на небе, то есть видите его изображение, можно ли, используя ваш алгоритм, посчитать количество воды в конкретном облаке, которое мы можем заснять на небе? Ну, кажется, это совершенно другая задача. Возможно, да, но тем не менее. Возможно, да. Ну ладно, то есть, может, вопрос не совсем как бы по теме, но как бы это интересно действительно. Для того, чтобы на него ответить, нужно подумать не 30 секунд, наверное. Хорошо, ладно. Ну, спасибо. Спасибо за доклад. Скажите, а вы не пробовали вашу идею, такую довольно перспективную, прикладывать к чему-то гораздо более простому? Не знаю, там, научить ML сортировать массив? Или искать максимальный элемент в нем? Нет, мы не пробовали. Вот конкретно сейчас лично я занимаюсь симуляцией жидкости. Я там делаю, решаю, скажем так, уравнение на Viestox. Но, как бы, такие алгоритмические задачи, скажем, да, из Computer Science, я, честно говоря, я не думал ни над каким проектом в этой области. То есть речь идет скорее про оптимизацию каких-то вычислительных алгоритмов из мира там вычислительной математики или там чего-то более приближенного. Спасибо. Спасибо за доклад. Как известно, облака могут быть разных типов. Облака? Разных видов, да, разные типы облаков, там, перистые, множество их типов. Вы, когда формировали тренировочную выборку, вы на какого-то типа облаках тренировались, правильно? Я сейчас подробно отвечу на этот вопрос. Спасибо. Да, смотрите, да, действительно, как правильно вы отметили, облака бывают разные. Облака бывают перистые такие или прям надутые тучки плотные. Это, скажем так, означает, что, скажем, просто порядок вот этой плотности, он разный. Чем больше плотность, тем вот оно такое более густое, это облако. Вот, и для того, чтобы ваше решение работало на всех облаках сразу, нужно сделать следующий трюк. Значит, как я упоминал в докладе, у облаков есть такое понятие минфрипасс. Минфрипасс – длина свободного пробега, такая физическая величина, которая зависит от плотности. Там есть формула пересчета, скажем так, как пересчитать минфрипасс, зная, значит, плотность. Вот. И, значит, вы на минфрипасс завязываете вот измерение вашей плотности. То есть, ну, вот эти сеточки. И, как бы, делая такой трюк, вы в итоге получаете решение для всех облаков. Вот. И, соответственно, мы учились, да, мы учились на разных плотностях. Ну, мы там нагенерили примерно, ну, мы создали такую функцию, которая при разном, грубо говоря, рендом сиде дает разную форму. Да, мы нагенерили 100 облаков, да, порендерили их там вот в каком-то адекватном разрешении и, грубо говоря, там для всех для них там записали. Ну, мы это делали на кластере и, ну, по-моему, это занимало порядка там одного дня максимум. Спасибо за доклад. Я тут. Ваши облака тают. Что? Тают, облака живут, умеют таять. То есть, если, допустим, какие-то процессы там перемешивания на границах, правильно? Ну, облака тают, у них есть реальный цикл, ну, то есть, это реальный цикл жизни облака, это он еще может рассеяться. Значит, смотрите, наша задача касалась того момента, когда у вас вот фиксированный момент времени, у вас задана плотность, и вы в этот момент хотите его нарисовать. То, о чем вы говорите, это физическая симуляция того, что должно происходить с облаком. То есть, этого наш метод никак не касается. То есть, по-хорошему, для того, чтобы вам сделать вот то, что вы предлагаете, вам нужен отдельный алгоритм, который двигает как бы облако в зависимости от ветра, еще чего-то. И потом для каждого вот этого кадра, когда вы из вашей физической симуляции получили как бы тензор плотностей, тогда вы уже можете применять этот метод, чтобы получить картинку. У меня такой вопрос, а насколько это реально интегрировать в реал-тайм решение? То есть, почему это не используют вообще все? Очень впечатляющие результаты, прям вау. Смотрите, это решение достаточно быстрое, но оно не реал-тайм, далеко не реал-тайм. То есть, 6 минут — это не реал-тайм. А в чем разница просто далеко от 3D программирования? Ну, реал-тайм — это было бы, если бы мы один фрейм рисовали, скажем, там за 16 миллисекунд. И тогда это было бы… Ну, то есть, вы могли бы перерисовывать на каждом шаге. Я имею в виду, что использование машин-леонинга в более скоростейных задачах, которые, само собой, должны уложиться в некий FPS. Смотрите, если ваш вопрос, значит, почему это недостаточно быстро для реал-тайма, то ответ такой. Там, ну, во-первых, из-за того, что вам нужно очень много лучей выпускать, тем не менее. Вторая причина — это то, что вам нужно постоянно лазить в массив с плотностью, потому что, ну, я сказал, что у нас тензоров 10, каждая сеточка — это 5 на 5, я не помню, на 7, допустим. Вот. И у вас на каждый лучик, у вас еще там несколько сэмплов, и вам нужно для каждого из них собирать фичи. И, в общем, это, скажем так, не совсем быстро. Это не риал-тайм. Вот. Я ответил на ваш вопрос? Ну, вообще в теории это возможно использовать там. Это же тоже там есть какие-то трудозатратные задачи, где можно интегрировать машин-леонинг. Не, ну, да, я верю в то, что они есть, да, какие-то другие. То, что есть вопросы, значит, что, наверное, все хорошо. Спасибо за доклад. Хотел поинтересоваться, каким образом мы пришли к такой архитектуре нейросети и пробовали какие-то еще другие? Да, мы пробовали какие-то еще другие. В частности, там, конволюционные и fully connected. Вот. И на самом деле, ну, как бы даже fully connected может выучить более-менее правдоподобный результат. Ну, то есть, там, если рассматривать там R-квадрат, да, метрику там прогнозирования этого, значит, indirect light, то, скажем, наша финальная нейронная сеть отличалась от, там, fully connected в R-квадрат, там, ну, порядка, там, у fully connected там был на, скажем, на 10-15% меньше, да. То есть, как я сказал, это не самое ключевое место. Почему такое? Ну, вообще отчасти потому, что, вот, там, в том, в той статье, которые я упоминал, применяли именно такую архитектуру, вот. Кажется, почему я ответил, и, собственно, про качество я тоже ответил других. Вот. Еще вопросы? Если вопросов больше нет, то есть… А, есть. Как, собственно, обучали модель? То есть, у вас вот есть картинка оригинал, да, и картинка, которую вы получили на выходе, и вы, получается, попиксельно их сравнивали? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Смотрите, еще раз. Мы… У нас датасет состоит из, вот, измерений плотности на сеточках, да, которые окружают точку. Ответ, который мы хотим, это… Это Monte Carlo estimation indirect light в этой точке, это float, да, и, соответственно, вы учитесь по вот этим, значит, измерениям плотности выдавать этот float. Вот, соответственно, как бы, когда мы обучались, мы, там, использовали немножко модифицированный просто МСЕ, ну, не МСЕ, но, как бы, там, с одним хаком логарифмически, ну, неважно, и мы приблизали, как бы, то, что выдает Monte Carlo интегрирование своей сетью, вот. То же самое, что картинка, только по одной точке, как бы, да, получается? Одна точка… Нет, понимаете, в финальную картинку дает вклад не только indirect light, да, но и второе термоуравнение, которое я сказал, о котором я говорил. Вот. Поэтому, как бы, в картинках это не работает. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Если, опять же, применительно к каким-то другим задачам математического моделирования, делали вы какую-то оценку, насколько у вас отличаются решения честным, численным методом, ну, численным методом, который, да, там, применяется в этой области и вашей ML-моделью? Спасибо. Ну, конечно, когда мы смотрим на лосс, мы как раз и получаем, собственно, то, как расходится вычислительный метод и наш метод. Значит, на самом деле ответ на ваш вопрос такой. Когда вы используете вычислительный метод, да, каждый вычислительный метод имеет свое, значит, ну, свой какой-то параметр, который удлиняет время его работы и при этом делает качество больше, да. Соответственно, как бы, тут важно с чем сравнивать, да, то есть как мы делали. Мы когда проводили Монте-Карло оценку в обучении, да, мы ее просто делали там с невероятно большим количеством, ну, в общем, мы очень сильно делали мощный вот параметр, который делает очень качественно это, да. но, как бы, такое качество на предсказании света в одной точке, оно не требуется, потому что вы в финале все равно усредняете по точкам на отрезке, и поэтому, то есть у нас там R-квадрат был, например, 0,6, да, R-квадрат метрика. И, ну, то есть это, как бы, наверное, если вы, там, подумаете, там, сравните это с какими-то другими задачами, вы скажете, ой, наверное, это плохо. Но это неплохо, потому что в финале вы все равно получаете усреднение за много, ну, за много сэмплов, и поэтому, как бы, все сходится. И когда, ну, то есть вот те параметры, которые, скажем так, удлиняют время работы Монте-Карло интегрирования, вот в нашем обучении и в, как бы, в, значит, в оригинальном подходе, когда вы его просто считаете, да, они очень сильно отличаются, да, то есть когда люди рисуют с помощью алгоритма один облака, они вот это Монте-Карло интегрирование делают очень небрежно, то есть там выпускается, грубо говоря, там один, ну, я не рассказывал о том, как это происходит, но, в общем, там очень слабая Монте-Карло оценка используется, когда вы считаете для одной точки. Ну, просто я что имел в виду, то есть понятно, что в задачах там отрендерить облако, да, как бы, но погрешность не критична, если считать какую-то математическую модель применительно к, ну, скажем так, к другим задачам, это может быть очень критично. Ну, да, конечно, но, как бы, тут, понимаете, тут нельзя сказать, что, вот, ну, вот, я показал применение такой очень общей идеи, да, и, то есть все будет очень сильно зависеть от задачи, да, там, тот R-квадрат, который получили мы для этой задачи, да, он может быть совсем быть никого не устраивать в другой задаче. И тут очень много, ну, как бы, подробностей, да, которых, ну, которые именно, скажем, специфичны для задачи, и, ну, в общем, на этот вопрос нельзя ответить без задачи. Вот, как-то так. Спасибо. 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 Спасибо.